На площади флага еще накануне размещались огромные футбольные мячи. Внутри черно-белых сфер кинотеатр 3D с обзором в 360 градусов. Снаружи тоже футбол, но уже со вкусом салями. Повара тут же пекли вкуснейшую пиццу и резали на фирменные футбольные шестиугольники. Рядом, собственно, сам Кубок Чемпионата мира по футболу. С ним можно было сфотографироваться и даже снять небольшое видео. А после получить фото или ролик совершенно бесплатно. Возможностью запечатлеть себя рядом с заветным трофеем воспользовался и глава Сочи. После все вместе прослушали историю Кубка. Это самый длинный тур за всю историю FIFA, который пройдет по стране-организатору. 25 городов, 27 тысяч километров. Сочи стал 16-м городом и последней остановкой национального этапа тура Кубка Чемпионата мира по футболу в этом году. Встречать его в Сочи пришли и ярые болельщики, и просто любители футбола. Болельщик футбола, поэтому мы не можем пустить этот памятник. Мы очень рады. Это вообще такое событие знаменательное. Я второй раз. Правильно я говорю, Галзар? Да. В Сочи футбол популярен. Только в муниципальных секциях им занимается полторы тысячи детей. Можно было бы и больше взять, но негде было тренироваться. С приходом Чемпионата мира, с приходом футбола в городе Сочи у нас появляется такая возможность. У нас дополнительно появляется огромный стадион. У нас дополнительно появляются три тренировочных поля, которые нам останутся в наследии. Также в связи с развитием этого вида спорта мы будем строить два поля уже в 2018 году на базе многофункциональных спортивных площадок. Еще одно поле в Красной Поляне будет реконструировано. Таким образом, за год-два количество детей, занимающихся футболом, вырастет до пяти тысяч. Что же касается Кубка, то с января по апрелю он отправится в международное путешествие и вернется в Россию лишь в мае. Тогда он продолжит свою турне по Владивостоку, Новосибирску, Екатеринбургу, Самаре, Казани, Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону, Санкт-Петербургу и Москве.